Здравствуй! В этом видео я дам несколько советов для тех, кто уже начал играть в Warcraft, но еще плохо в нем разбирается. Особо логики в этом не будет, я буду называть вещи, которые я узнал довольно поздно в игре и хотелось бы узнать их гораздо раньше, во время моего прохождения с Артуром. Первый совет касается шерсти, чего немножко стыжусь, так как я этого не знал, это что из четырех паутин можно сделать один блок шерсти. Соответственно, не только из этой паутинки можно сделать блок шерсти, но и из этой, которая добывается кинжалом, с травы. Это очень сильно помогает в начале, когда у тебя нету кровати и нету поблизости овец, а ведь спауны бывают разные и овцы не везде имеются. Также из шерсти можно сделать броню. Суть брони в том, что она будет вас согревать в холодных местах. Еще одна важная вещь, которая добавилась в этом мудпаке, это спальники. В спальнике крафтятся так, ничего сложного, на спальник положил, лег спать. Но по этому делу сейчас я не могу, потому что это не ночь. Суть в том, что они не ставят спампойта. То есть, если ты поспал в кровати и потом ты спишь хер знает где в спальнике, тебе все равно спампойт твоя кровать, ничего не меняется. Второе это оружие и щит. В начале очень сильно меня имели мобы, и я думаю многие с этим встречаются, потому что что мы делаем? Мы крафтим обыкновенный майнкрафтовский меч, как вот этот. Понятное дело, из дерева или из камня, и думаем, ну что понеслась. Здесь такое не прокатит. Пока не мере мобы сильнее, а обычный меч у нас недостаточно урона, поэтому на спасение приходят дополнительные мечи, ведь это все-таки мудпак. И здесь их очень много, очень много разновидностей оружия. В чем же оно отличается от обычных мечей? Тем, что у них есть специальные эффекты. Например, у вот этого вот, у вот этой вот сабли, если нажать на шрифт, выявится, что наносит 100% больше урона противнику, у которого нету брони на теле. Именно вот нагрудника нету. А понятное дело, что у основного количества мобов нету брони. И, соответственно, в самом начале ты уже можешь наносить гораздо больше урона, чем, блин, чем вот этот даже меч из алмазов обыкновенный. Есть еще целая куча другого оружия, у которого есть другие свои эффекты, например, там пробивание брони. В общем, вы просто поищите, посмотрите, что вам больше нравится, попробуйте разного сорта оружия, и это будет гораздо лучше, чем обыкновенный майнкрафтовский меч. И также не забывайте про щиты. Скелеты всегда херачат хедшоты. Это не ваншот. Если у вас полностью, полное здоровье, и нигде нету никакого урона, то вас это с одного выстрела не убьет. Но если у вас хоть чуть-чуть, где-то там, или пи-пи-сичка, где-то мизинцем вы ударились, и скелет вам попадает в голову, то это вполне может вас убить. До нас очень долго дошло, до меня и до Артура в нашем SP, что можно использовать щиты, поэтому вначале мы умирали как лохи. С этим все очень просто, не забывайте вкачивать уровень. Даже если у вас буквально один или два уровня, до начала вкачивайте куда угодно, даже если вы думаете, что вам это не надо. Просто чтобы его не потерять, потому что умирать будете часто, и соответственно уровень будет просто пропадать даром. Советую прокачать хотя бы немножко вперед, чтобы вы могли обычное сено собирать, потому что часто встречаются деревни со своими плантациями, и вы можете, это халявная экспа, вы просто ломаете эти плантации, забираете экспу и уходите нафиг. И помимо них, что я узнал гораздо позже, есть еще буковка L английская. Там было написано, когда у вас будет 5 уровней, вы сможете нажать на L, и тогда у вас будет выбор. Вы будете получать больше опыта от майнинга, крафтинга или сражений. Ну так как это arrowcraft, и вы хуяритесь направо и налево с монстрами для того, чтобы выжить, для меня самое логичное это выбрать combat. Нажимаете еще раз на L, и вот она, вот она фигня, которую я обнаружил, блин, фиг знает когда, и вначале, если честно, она бы помогла. Это еще один skill 3, который не влияет на использование предметов, но он влияет на пассивки, а пассивки здесь очень хорошие. Вот, например, мы выбрали combat, смотрим первое, это что у нас. Это рандомные криты, которые стоят 11 уровней. Например, 5% крита за каждый уровень, и вкачать его можно 5 раз, то есть у тебя будет 25%, это довольно неплохо. Это не значит, что раз вы выбрали, например, вот combat, что вы не сможете использовать другие вещи. Вы сможете, вы можете также прокачивать все вот это, вот единственное, что вы не будете получать бонус от специализации этой, вот и все. Также есть такие вот замечательные книжечки, в которые можно сохранять свой уровень, чтобы не терять его. Допустим, вы не хотите что-то вкачивать, но хотите потом приберечь. Можно скрафтить эту книжечку, вот, нажимаете на shift, правая кнопка, весь уровень, который у вас был, сохраняется. Просто на правую кнопку получаете его назад. Следующий совет, это хук. С помощью хука можно притягиваться и забираться на всякие высокие горы, скалы, даже перебираться через какие-то барьеры. Это очень полезная штука. Следующий совет, это костер. В чем совет? Во-первых, я не знал, что костер можно разжечь палками. Это очень полезная фигня, которую, то есть, не обязательно даже зажигалку делать, потому что в начале зажигалка может стать проблемой из-за того, что у вас нету металла. Если у вас нету металла, то, как бы, вы не можете зажечь, но вы, сука, мерзнете. Палки, просто палками. Иногда прокает с четырех палок, иногда, блядь, нужно целых двадцать. То есть, как бы, когда как, но суть в том, что палками можно зажечь. Чего я еще не знал, я всегда делал новый костер, когда он заканчивался, потому что, ну, вот он закончился, и все, его не зажечь, ничего с ним не делать. На самом деле, просто нужно было подкинуть дров. Вот вы подкидываете дрова, и сейчас вот этот костер прогорел, вы будете видеть, оп, он меняет цвет обратно, и все, его тоже можно опять зажечь. Вон, видите, сейчас вообще с одной палки прокнул. Следующий мой совет, это посох. Посох магический, нужно прокачать, чтобы его использовать. Да, я сейчас не могу показать. Магию нужно прокачать на восьмерку. После того, как вы скрафтите посох, вы сможете призывать всякую хрень, которая будет вам помогать в бою. Так как в Роукрафте все-таки много всяких спаунеров и всякой гадости, этот посох, это прям must have. Если вы зайдете в это меню, здесь вы сможете находить всех пацанов, которых вы встретили, увидели, убили, которых можно призвать. Вы можете их выставить на вот эти вот циферки, потом в быстром доступе нажимаете на Z, и можете вот так вот быстро поменять. Нужного вам пацана вызвать. Если вы будете удерживать, в смысле, у меня что, а, дурачок, все. Если вы будете удерживать правой кнопкой посох, то начинается summoning, вон, мана у меня утратилась. Также можно им выставить поведение, они будут агрессивными, или будут вас защищать, или ничего вообще не будут делать. Там есть несколько полезных функций, так что посмотрите, выберите то, что вам необходимо на данный момент. Может, чего вы не знаете, это то, что можно призывать разные элементари, которые будут соединяться и становиться другим мобом. Например, если вы призовете с помощью посоха одного аегиса и одного дженгу, то они воссоединятся и ставят реагирующие феи. Вот, следующий совет, это ящики. О, ящики. Я думаю, как бы все обычно привыкли, ну, поставил два ящика, все, у тебя там столько-то-то места, и понеслась, короче, засорять их, засорять, засорять. Потом, спустя время, так как здесь больше предметов, чем в обычном Майнкрафте, это становится проблемой. Проблема эта может быть решена с помощью вот этих вот ящиков, потому что занимаются не один блок, но места в них столько же, сколько в двойных ящиках вот этих вот. Их также можно ставить друг на друга, и это очень удобная фигня. Для того, чтобы их крафтить, нужен вот этот вот рабочий стол. Вот он крафтится, рабочий стол, довольно все легко. Крафтить рабочий стол, и здесь вы можете крафтить ящики. Единственная проблема, как бы вы можете найти эти ящики вот здесь у себя в меню, но у вас не будет рецепта на них, потому что это другой мод, и как бы рецепт надо искать в интернете. Ну, здесь я вам немножко подскажу, ничего прям сильно сложного нету, как бы ящик, он тут же крафтится, как и сундук. Вон, готово, вот вам ящик. Очень много других вещей можно скрафтить, например, стул. Также из интересных блоков есть еще бочка. Бочка это то же самое, что и ящик, только она выглядит по-другому. Блин, ну это на вкус и цвет. Также можно сделать лампу, свечку и много еще интересных вещей. Я оставлю ссылку в описании на скриншоты этих рецептов. Но имейте в виду, что не все рецепты будут доступны, потому что Шивакси, кто создал этот модпак, он заблокировал некоторые предметы. Ну, это он своего рода баланс такой сделал. Следующий совет это мясо. Ну, очень простой совет на самом деле, возможно, вы уже сами это обнаружите, и я это обнаружил довольно быстро. Но, тем не менее, от начала все равно жрал привычное мясо, типа свинины и коровы. Если жрать мясо мобов, которые здесь находятся, то оно дает вам специальные эффекты. Там, допустим, вот это мясо Чупакабри, там, по-моему, на 30 секунд дает лич, то есть вы будете лайфстилить. И у всякого мяса, у каждого мяса есть свой собственный баф. Там есть еще баф, где вы будете выше прыгать, быстрее бегать, пипирку свою точить. Точнее, короче, чего только нету, экспериментируйте. Девятый совет будет касаться воды. Я, в принципе, не вижу особого смысла очищать воду, потому что, блин, отравление, ну, спустя время опять попил, и все нормально. Просто таскать с собой ведро воды, и все будет чики-брики. Но, тем не менее, если будешь пить очищенную воду, то жажда будет приходить гораздо позже. В этом, как бы, плюсы. Воду можно очистить, если, например, ведро или бутылочку с водой засунуть в печку. Вот еще есть, например, такая вот штука, фляжка. В нее набираешь воды, и можно пить из нее три раза. И она не ломается, ее можно постоянно набирать и пить. Только проблема в том, что там тоже идет нечистая вода, и иногда ты не отравишься, но очень часто ты отравляешься. Это тоже можно решить с помощью вот такого вот фильтра. Фильтра. Вот, и если вы поставите фляжку и фильтр, то будет вода очищенная здесь. Также есть вот такая вот штука, как в тему сейчас пошел дождь. Она собирает для вас дождь, и вода, дождя, очищенная. Вы отсюда потом сможете пить очищенную воду. Есть еще одна интересная штука, что дождь можно пить. Чтобы попить, нужно просто посмотреть наверх, нажать на Shift и правой кнопкой нажимать. Но рука должна быть обязательно пустая. У меня сейчас нету жажды. Если бы была, я бы мог попить дождя, и самое классное, дождь не отравлен. То есть вода очищенная, у вас не будет отравления. Десятый совет будет про кузницу. Кузница есть трех уровней. Вы можете делать специальную кузницу. До этого вам нужно вкачивать строение. Первый уровень, второй уровень, третий уровень. Как бы, я думаю, вы заметили, такие разные двигающиеся херни падают, которые еще иногда и занимают по непонятному два слота, или как-то они в центре находятся кубика. Вот, сохраняйте эти штуки, потому что потом с помощью них можно сделать специальные мечи, специальные кирки, топоры, и как бы они будут иметь специальный эффект. Как же это работает? На них написано тип этих штук. Тут написано слот Type Blade. То есть это как бы наконечник. Можно делать полностью оружие из всего дропа мобов. Можно скрафтить самому первые два слота, после чего использовать, соответственно, специальную часть моба. Чтобы начать, необходима база. Да, например, вот всякие разные базы, которые падают с мобов. И вот есть база, которую вы можете скрафтить сами. Вставляете базу, потом в следующий слот тут написано Add Slot Head. Следующий слот – голова. Вот она голова. Там тут написано, да, тип слота – голова. И следующий слот написано Add Slot Blade. Ну, вставляем голову, соответственно, вставляем Blade. И теперь у нас получается вот такой вот меч со своим эффектом. Эффект – это, соответственно, урон огня. И еще с помощью этого меча, если я не ошибаюсь, можно дышать огнем. И как бы меч не ломается. Я вот только не помню на какую это кнопку, поэтому вот глупенький, не могу вам показать этого. Но суть в том, что вот это вот есть. И вот еще вещь, которую я раньше не знал. Это оружие можно разбирать. То есть, если вы вставите его обратно, вот, вы можете просто его разобрать. Ну и последний совет – бонусный. Потому что их как бы 10, а потом я записывал видео. Вспомним, что есть еще одна штука, которая очень полезна. Это вот такой вот сташеон. И вот станок этот нужен для того, чтобы менять пассивные статусы своего оружия или оборудования. Там кирки, топоры, лопаты. Думаю, многие заметили, что периодически вскакивают какие-то эффекты. Ну, там, допустим, 10% больше скорости атаки. Но также эффекты есть негативные и не всегда те, которые тебе нравятся. Соответственно, нужен материал, из которого сделан предмет. То есть, если это был бы железный меч, нужно было бы вставить железо. И это работает со всем оружием. Вы нажимаете на вот эту кнопочку. И вот, пожалуйста, у него новые статы дополнительные. Очень хреновые. Ну, вот уже что-то получше. Что-то вот не прокает. Вот, пожалуйста. И, конечно же, это тоже можно делать с броней. Ну, как бы вот, особенно в начале, когда железная броня, железа, в принципе, достаточно. Это дополнительные статусы могут иногда и жизнь спасти. И вот в начале это может действительно помочь. Ну, вот и концовочка. Спасибо тебе за посмотр. Надеюсь, ты чему-то новому научился, узнал. И надеюсь, что эти советы помогут тебе в твоих приключениях в Ролкрафте. Если интересно, то чекните прохождение моего с Арти, где мы тупим, как непонятно кто. И, собственно, все эти вещи со временем потихоньку, но изучаем и находим. Буду благодарен. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова